Торгово-промышленная палата Российской Федерации Торгово-промышленная палата Российской Федерации – это добровольное, негосударственное объединение предпринимателей, действующее в соответствии с особым федеральным законом. Под ее крылом сотни региональных торгово-промышленных палат, объединений и ассоциаций российских предпринимателей. Словом, одна из престижнейших деловых площадок России. Именно здесь и состоялась масштабная презентация инвестиционных возможностей Воронежской области. В Конгресс-центре при Аншлаге президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин приятно удивил собравшихся не только знанием сегодняшнего состояния региональной экономики, но и истории Воронежского края. Регион с огромной историей. Я думаю, что трудно найти какую-нибудь книгу или фильм о Петровских временах, чтобы там не упоминался Воронеж. И это может быть для многих странно звучит, но многие и моряки, которые часто говорят, что Воронеж – это столица или родина, или мать как раз рождения морского флота Российской Федерации, военно-морского именно флота. Действительно, первые суда, вы знаете, ну, кто историю изучал или просто интересуется, были построены Петром Первым именно там. Ну, это то, что было в прошлом. И я думаю, что вот и Петровские времена, та слава, которая тогда была приобретена, она не пропала. И сегодня, ну, у меня есть возможность об этом говорить, потому что я не очень часто, но достаточно регулярно бываю и в торгово-промышленной палате. Действительно, регион очень динамично развивается. Есть росты по промышленности, по сельскому хозяйству и по услугам, по всем направлениям практически идет развитие региона. Вот я побывал в индустриальном парке, знакомился с одним из предприятий. Сегодня, по-моему, как раз директор должен выступать у этого предприятия. И я должен сказать, что воочию видели то, каким образом приходят, в том числе и наши зарубежные партнеры, реализуют свои проекты сегодня в индустриальном парке. Теперь в особо экономической зоне, полагаю, будут реализовывать эти проекты. И сегодня, несмотря на там, может быть, самые крупные, там, Ново-Воронежская атомная станция запущена, наверное, проекты уже как бы завершились и запущены. Но, тем не менее, есть достаточно большое количество проектов, которые сегодня в работе. И есть куда еще вкладываться, почему и сегодня, я полагаю, мы здесь вместе встречаемся и обсуждаем возможности, которые есть у Воронежской области. В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев обратил внимание на следующие моменты. Мы на самом деле не являемся такой терро-инкогнито областью, землей, о которой никто не знает. Воронежская область достаточно крупный регион Российской Федерации с хорошими показателями, который является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по многим показателям и экономическим, и показателям социального развития. Безусловно, Сергей Николаевич говорил, природно-климатические условия способствуют тому, что у нас активно развивается сельское хозяйство, и воронежская продукция уже стала таким брендом не только региональным, но и, в общем-то, общероссийского масштаба. Все знают воронежскую мраморную говядину, все знают воронежские продукты молочные, воронежские яблоки очень вкусные. И я хочу сказать, что наша задача сейчас в сельском хозяйстве, собственно, поддерживая уже те процессы, которые в производстве существуют, активно начать программу строительства предприятий по переработке сельхозпродукции. Мы хотим с тем, чтобы добавленная стоимость оставалась на территории Воронежской области и с тем, чтобы эти деньги работали на население Воронежской области. Промышленность в Воронежской области, пережив нелегкие 90-е годы, начало 2000-х годов, сумела стабилизироваться, и на сегодняшний день все крупные предприятия имеют хорошую финансово-экономическую устойчивость. У нас очень низкая безработица, это чуть более 1%. Тем не менее, обеспеченность кадрами высокая, потому что Воронеж – это город студенческий, в котором учатся более 100 тысяч студентов, и, безусловно, это тоже говорит о нашем потенциале. Девизом презентации стал слоган «Понимаем бизнес, удивляем возможностями». Широко был представлен не только экономический и промышленный, но и туристический потенциал Воронежской области, а также реализуемые на ее территории крупные инвестиционные проекты. Александр Гусев особо отметил высокий потенциал региональной промышленности в сфере производства высокотехнологичной продукции, удельный вес которой уже сейчас приближается к 50%. На территории области созданы и функционируют 5 индустриальных парков общей площадью около полутора тысяч гектаров. Три из них государственные – Масловский, Лискинский, Бобровский, а два частные – Перспектива и Воронеж. В индустриальных парках уже размещено более 100 производств и создано свыше пяти тысяч высокопроизводительных рабочих мест. У нас инструментов очень много, практически все доступные инструменты, которые есть в Российской Федерации, у нас применяются. Это и особо экономические режимы, особо экономическая зона, зона опережающего экономического развития. Это наши индустриальные парки, где все местные преференции существуют. А сейчас мы запускаем несколько новых программ, ну такая наиболее масштабная – это целевая программа поддержки малого и среднего бизнеса в сфере промышленности, дошкольного образования и коммерческого спорта. То есть вот три таких приоритетных направления будет. Там очень широкий спектр поддержки, от финансовой до, понятно, налоговых преференций. И поддержка программы развития перерабатывающей промышленности на территории Воронежской области. Вот эти две важные задачи, на которых мы будем сосредоточены в этом году. А все остальные программы, они действуют, они отработаны, механизмы уже опробованы, понятно, как финансируют и понятно, какие эффекты мы от этого получаем. Мы к этим встречам готовимся тщательно, они у нас не часто происходят. Мы всего 6-7 встреч такого рода проводим в себя в палате в году, потому что их надо подготовить, пригласить тех, кто нам нужен, чтобы они были, чтобы эта встреча была с отдачей, чтобы и те, кто приезжает, наши коллеги из регионов подготовиться могли. Поэтому, конечно, они имеют эффект. Я надеюсь, что он будет и здесь в данном случае, даже уверен, что будет, потому что очень привлекательный, интересный регион. А мы, естественно, сделаем все, чтобы следующая встреча Александр Викторович и его коллеги приезжали. У нас тут двери открыты для своих друзей.